Здравствуйте! Вы смотрите программу 12 созвездий. В апреле, помимо коридора затмений, практически весь месяц Меркурий будет находиться в ретроградном движении. В этот период не стоит о чем-то договариваться, подписывать документы и совершать какие-то крупные покупки. Это будет время, когда жизнь будто пойдет вспять, могут напомнить о себе бывшие супруги, возлюбленные, друзья, работодатели и сотрудники. В этом месяце фортуна будет на стороне активных, решительных и самостоятельных. Период пройдет под влиянием Венеры и Нептуна. Это время подходит для творческой деятельности. А теперь подробнее о прогнозе для каждого знака с 1 по 7 апреля. Овнам начало второго весеннего месяца принесет много перемен, главным образом связанных с профессией и увлечениями. В середине недели астрологи советуют не заниматься делами, требующими усидчивости и сосредоточенности, например, работать с документами или решать финансовые вопросы. По знаку Тельца идет Меркурий, усиливая интеллектуальные способности. Используйте это время, чтобы повысить свою квалификацию, пройти обучение. Это поможет вам более четко увидеть и почувствовать, что необходимо сделать в будущем. Планируйте, общайтесь и не забывайте про отдых. Скоро придется активно включиться в работу. У близнецов будет достаточно приятная неделя, поступит много полезной информации для размышления. Из некоторых полученных сведений представители знака вполне могут извлечь для себя выгоду, улучшив свое материальное положение или возможность для быстрого карьерного продвижения. Еще близнецы будут влюбчивыми, обаятельными, но не слишком постоянными, немного неразборчивыми и легкомысленными. На этой неделе у раков, возможно, суета в делах, но в финансовой сфере большой успех. Зато вторая половина недели подарит радостные минуты с близкими людьми. Также это отличный период для того, чтобы обновить гардероб. У Львов события начала апреля будут касаться карьерного взлета. Вы внезапно можете получить новое назначение. А вас узнают люди и может вырасти популярность. Кроме того, период принесет яркую любовную историю. Стать известнее могут и девы. Также на этой неделе вас ожидает продвижение дел в опросе жилья. Юпитер в вашем знаке означает, что вы можете смело покупать любую недвижимость. Появление на горизонте перспективных поклонников, общение и переписка обеспечат хорошее настроение и вдохновят на новые идеи. Для весов неделя обещает быть достаточно благополучной. Многим придется приложить усилия для достижения поставленных задач. Вести себя активно, с присущим тактом и вежливостью. Представителям знака стоит уделить повышенное внимание своему здоровью и внешнему виду. Так как физическая привлекательность, красивый ухоженный вид, как никогда могут произвести самое благоприятное впечатление на окружающих. При решении важных вопросов. Скорпионы почти всю неделю будут ощущать на себе повышенное внимание со стороны противоположного пола. Но вряд ли это сильно обрадует представителей водного знака. Скорпионам придется всячески маскироваться, избегая публичности и внимания. И еще на этой неделе вам могут вернуть старые долги. Стрельцы первую половину недели будут заняты работой над ошибками прошлого. К слову, некоторые исправить все-таки получится. Вторую половину периода представители знака будут заняты своим материальным благосостоянием. Начнут искать способы его улучшения, а также новые источники дохода. На выходных вас кто-то порадует подарками, свиданиями, признаниями и совместным отдыхом. Козероги, так же как и стрельцы, будут заняты поисками возможностей для увеличения своих доходов. Некоторые представители этого знака будут всерьез рассматривать варианты новой работы. Рыбы будут заняты планетами. Планированием отпуска или другими поездками. Текущие домашние дела потребуют времени и усилий, в том числе и физических. Многие решат затеять ремонт, перестановку в доме, избавиться от надоевших вещей или предметов и приобрести новые. Следуйте подсказкам нашего астрологического прогноза, чтобы ловко преодолеть все преграды и прийти к желанным целям. С вами была Наталья Буслаева. Всего доброго, до новых встреч и будьте счастливы! Субтитры подогнал «Симон»!